Действительно страшная статистика Мордовии в российских антилидерах по числу онкобольных относительно общей численности населения. Похоже, раковые метастазы поразили региональную систему здравоохранения. Как известно, любые статистические исследования – это предмет детального разбирательства. В Мордовии на каждые 100 тысяч жителей приходится 3145 онкобольных. Это много, больше только в Курской области. О чем нам может сказать эта цифра? Вариант первый. Рак стали выявлять на более ранних стадиях, больше людей прошли обследование по сравнению с другими регионами, поэтому и наблюдается такой всплеск. Вариант второй. У нас есть что-то такое, что заставляет организм убивать самого себя. В воде, в воздухе, да в чем угодно. Конечно, хочется верить в лучшие, что причина именно в более качественной и эффективной диагностике. Мы подтверждаем тот факт. Там, где в каком регионе динамика роста заболеваний имеется, значит, там здоровая обстановка медицинская, там хорошо организованы профилактические осмотры. Геннадий Мельцаев иначе на камеру говорить и не мог. Сфера республиканского здравоохранения, так же, как и образование, кстати, вещь сложная. И одно неосторожное, публично сказанное слово может стоить человеку карьеры. Пациенты-онкодиспансеры обязательствами перед высшим начальством не связаны. Вот о чем они рассказали на неделю журналистам нашей телекомпании. Да вот на второй этаж зайдите, посмотрите, сколько там народа. Наверное, человек 120, если не больше. Ну, правда, разные кабинеты, но столпотворение там, ясное дело. И, конечно, каждому врачу много сидеть приходится. Вот мне примерно во втором кабинете все комиссии прошло, а подписать некому-то главу врача, а то на чмеда нет. Очень плохо. А почему плохо? Народу очень много, никакой очередности нет, неизвестно, сколько люди все больные и ждут нервы. Так, на троечку. Возвращаясь к цифрам статистики, 3100 онкобольных на 100 тысяч населения – это порядка 25 тысяч пациентов, одного единственного и далеко не нового и небольшого онкодиспансера. Дикие очереди в онкополиклинике стали притчей во языцах. Преодолевать трудности, напомню, приходится людям с самым страшным на свете диагнозом. Пациенты, к слову, ситуацию оценивают весьма трезво. Они понимают, какая нагрузка идет и на врачей. Проблема здесь не в конкретных докторах, а в организации работы и финансирования. И это вопрос уже не медицинский. Им очень трудно. Не хватает, по-моему, медперсонала, обслуживающего персонала. Врачей мало, не хватает врачей. Врачей не хватает, один врач и 50 человек больных в тот раз было. Врачей побольше надо. Много писанины, я не знаю. Вот сидим пять часов в очереди, у врача были пять минут. Девушка. Очень большая нагрузка на врачей. Или не хватает персонала, но очень большая нагрузка на них. Представители республиканской власти не первый год говорят, что вот-вот откроется новая онкологическая поликлиника. Мол, надо еще немного потерпеть. Здесь можно было бы риторически воскликнуть, а где лечатся сами чиновники или их родственники. Тоже могли бы потерпеть. Но мы больше о простых людях. Тех, кто не может получить положенные льготные лекарства. И кому, кроме как на себя, надеяться не на кого. Покупаем за свой счет. Все за деньги. Может, есть у кого-то льготные. У нас за деньги. Ну, как же оптимизацию здравоохранения. Сейчас быстрее 40 дней поминок справить, чем попадешь на лечение.